Данный доклад во многом основан на результатах моей исследовательской работы в магистратуре по изучению института из моей эзотеризма в РФГА. Некоторое время назад, еще на прошлом заседании этой конференции, я рассматривала отдельные тенатологические мотивы в эзотерических учениях и постепенно начинаю переходить к более обобщающим концепциям. Я сразу поясню название моей работы, в котором буквально каждое слово довольно проблематично. Во-первых, тенатология, дословно учение о смерти, имеет отношение как к естественно-научному исследованию физиологических признаков смерти, умирания и смерти, так и к философско-психологическим, также зачастую далеко не беспристрастным, интерпретациям. В данном случае я понимаю тенатологию как обобщающую сравнительную категорию. Это неотъемлемая часть культуры, подразумевающая истолкование смерти, включающая в себя и естественно-научные, и философские, и религиозные подходы. При этом тенатология, само понятие происходящее от греческого танотос, смерть или же труп, не совпадает с некромантией. Некромантией, также от греческого, но глагола некру, делать мертвым или быть мертвым, являться мертвым. Потому что, как мне представляется, некромантия, то есть заклинание мертвых, это все же в первую очередь направленная деятельность по коммуникации с мертвыми. А тенатологический текст может такую коммуникацию не подразумевать и все еще оставаться тенатологическим. Также следует высказаться относительно метафизики. Европейскому сознанию в целом присуща определенная метафизичность, склонность придавать значению явлений более высокую ценность, чем их материальному присутствию. Логически такой подход к метафизике можно понять как систему установок, с помощью которых конструируется интерпретация явлений. Метафизика смерти в таком случае это объяснительная модель, наблюдаемая в опыте события смерти, описывающая его непроявленную сторону, причины и следствия, которые не даны непосредственно. Это любопытным образом коррелирует с понятием эзотеризма, которое не менее проблематично. Здесь я, конечно, не скажу ничего для вас нового, но все же попытаюсь дать общее определение. Западноевропейский эзотеризм – это более аспектное явление интеллектуальной, религиозной и культурной жизни. В совокупности учений и традиций, претендующих на своеобразное философско-религиозное осмысление реальности и зачастую на глубокую древность, хотя источники этих учений прослеживаются преимущественно в учениях поздней античности, средних веков и нового времени, вплоть до современности. На конкретные формы эзотеризма веками влияли политические, социальные и культурные изменения в обществе, поэтому наличие их единого референта у понятия эзотеризма подвергается в науке оправданным сомнениям. Но содержательные вопросы эзотеризма в течение всего периода его существования концентрируются вокруг природы мироздания, божественного, человеческого, их отношений между собой, и подразумевают поиск и приобретение знания по этим проблемам, которые отличаются от научного и религиозного. В некотором плане эзотеризм сам по себе является определенной метафизикой, предполагающей наличие непроявленного, не общедоступного по своей сущности знания, сообщающего истину о Вселенной, постижимую только при определенных условиях или определенном состоянии познающего. Что касается конкретно тонатологической метафизики или метафизики смерти в эзотеризме, то ее существование, собственно, является моей гипотезой, предметом моего поиска, для которой я ищу доказательства. При этом метафизики во множественном числе упоминаются мной не столько по причине моей сугубо постмодернистской ориентированности, сколько потому, что я не готова добросовестно утверждать, что таковая метафизика смерти только одна. Именно потому, что сам эзотеризм, видимо, неоднородное явление, под которым сложно понимать единую реальность, как я уже поняла. Как компонент эзотерического мировоззрения, мистического, оккультного, магического, герметического или содержащего зачастую пересечения по нескольким традициям сразу, смерть доступна нам в теоретических и практических контекстах, художественных образах, символах, эмблемах. Мне представляется, что смерть является одним из структурирующих компонентов предметной области и вообще картине мира эзотеризма, и при этом она все еще недостаточно проанализирована до сих пор именно в этом качестве. Понятие смерти как таковой включает в себя неопределенность посмертной судьбы человека, ее содержание и вообще ее наличие или отсутствие. Условно говоря, если бы мы точно и достоверно знали, что происходит с нами после смерти, кроме разве что разложения тела, вся наша религиозность, вероятно, была бы иной, и эзотеризм также. Но такого достоверного знания у нас нет. Смерть выполняет функцию формирования, провоцирует культуру на формирование эсхатологических горизонтов. Тексты культуры, в которых высказывают гипотезы о сущностном содержании смерти, помимо чисто физического, выражают принципиальную нацеленность на преодоление смерти теми или иными способами. Я сейчас высказываю не апологетическую точку зрения по отношению к религиозным или мистическим моделям интерпретации смерти. Скорее я констатирую, что естественно научный подход, редуцирующий смерть к распаду физического тела, является не единственным и даже не сказать, что доминирующим на уровне обыденного языка и массовой культуры. Хотя помимо сильных моделей истолкования смерти, в современности весьма распространено агностическое отношение. В эзотеризме же зачастую реализуется нечто противоположное, агностицизм. Инициаторы эзотерических учений целенаправленно стремились ставить предельные вопросы и отвечать на них. И вопросы о смерти из числа таких предельных вопросов. В философии существует формальное определение религиозной эзотерической эзотологии, как концепты перехода и инобытия в наиболее широком традиционно-культурном диапазоне. Но это определение не позволяет отличать эзотеризм ни от религии, ни от философии, ни дистанцировать собственные ветви эзотеризма одно от другой. Конкретнее же эта интенция перехода инобытия выражалась в том, что деятели эзотеризма создавали собственные сюжеты для описания и истолкования феномена смерти, такие как концепции эманации и возвращения, реинкарнации, тонких тел, переселения на иные планеты и в иные сферы бытия. При этом базовые установки эзотеризма, такие как выделенные недавно скончавшимся, к сожалению, планом Февром, мышления в соответствиях между разными типами природ, основанных на сходстве, аналогии, соучастии, представления о живой, одушевленной Вселенной, концепция посредничества медиации, безусловно, влияла на эзотерическую жетонатологию, а понимание смерти, происходящей из иных религиозных, философских и мифологических источников, влияло на контуры эзотеризма. Основным объектом моего рассмотрения являлись религиозные эзотерические концептуализации смерти, развитые в оккультизме XIX-начала XX века, которые до сих пор имеют популярность, причем не только в эзотерическом сегменте культуры, но и в массовом. На рассматриваемый нами период, то есть вторую половину XIX-начала XX века, приходится так называемое европейское оккультное возрождение. Понятие оккультного, восходящее к античной натуре философии и поздней средневековой теории структурных качеств вещей подразумевало компендиум алхимии, герметической каббалы, магии, астрологии, геомантии и иных форм дивинации, а также элементов религиозного мистицизма и инициативных практик философских, религиозных и церемониальных обществ. Тесное взаимодействие с наукой и расслабывающий мир приводило к стремлению эзотеризма представить собственную традицию в качестве не религии, а науки высшего порядка, как бы вечной доктрины, обнимающей и мифологию, и религию, и наук. Предметом моих предшествующих работ была магико-герметическая традиция, которая в целом придерживалась представления отройственной иерархии природ, материальной, духовной, то есть как бы трансцендентной и промежуточной, трансцендентальной, тонкоматериальной природы мезокосма, которая посредует собой взаимодействие между грубоматериальной и нематериальной областями и к которой атрибутируется большинство посмертных явлений. В данном докладе мне бы хотелось посмотреть, насколько мне позволили возможности на теософские контексты смерти, не претендуя, правда, пока еще на полноту обзора. Расцвет теософской линии в качестве синтеза науки, философии и религии приходится на 1880-е годы, когда большой авторитет приобретает Елена Петровна Блавацкая, автор произведений, таких как «Разоблаченная изида», «Тайная доктрина», «Ключ к теософии». И эта линия продолжается у ее последователей, среди которых Чарльз Лидбиттер, Аня Безанта, Алиса Бейли, Дион Форчен и другие. Если магико-церемиальная традиция в большей степени ориентировалась на привлечение или низведение сверхъестественного влияния в материальный мир, обеспеченного оккультными науками, магией, алхимией, дивинацией, заклятиями для призыва сверхъестественных существ, сил и влияния, то теософская традиция теснее связана с мистическим откровением, и в целом отличие теософских школ и учений состоит скорее в восходящей эволюционной интенции, которая развивается на основе мистической христианской теософии нового времени и восточных учений о реинкарнации. Как пишет коллега Анастасия Новикова, следовательница некромантии, теософию, под которой подразумевается именно направление, основанное Блаватской, можно считать с началом наиболее активного влияния духовных практик учений религии Востока на западную историческую традицию и освоение, ассимиляция данных традиций представителями западного эзотеризма. Если у классиков так называемой высокой магии, таких как Элифос Леви, Папюс или Алистер Коули, высказывания на тему смерти приходится отыскивать по крупицам, то представители теософского общества посвящают смерти целые специальные тексты в довольно большом количестве, в том числе сборник статей Блаватской «Смерть и бессмертие», книги Элипитера «По ту сторону смерти и жизнь после смерти», Ходсона «Как ясновидение открывает жизнь после смерти», Безант «Смерть, а потом» Бейли «Проблема смерти», пересдававшись много раз. Леви Питер пишет, что теософия приносит западному миру благую весть, которая утверждает, что по ту сторону могилы расстилается не мрачная пропасть, а мир иной жизни, которая может быть познана нами с такой же отчетливостью, как и земная жизнь. Для познания этой жизни предлагается как минимум три способа. Так называемые посмертные явления, то есть возвращение умерших, описанные в частности в отчетах «Общество психических исследований», основанного в 1882 году и величайно популярного на тот момент исследования спиритизма и цитирую непосредственное расследование, так как каждый человек обладает непроявленными способностями и неразвитыми чувствами, с помощью которых можно познать потусторонний мир, который для того, кто решится развить эти силы, будет раскрыт и доступен для познания. Этот потусторонний мир, называемый также астральным или психическим планом, концептуализированный в эзотеризме в первую очередь благодаря работам Леви, которого Плавацкая называет автором афоризмов и видным оккультистом, в теософии претерпевает как бы расслоение на множество плоскостей. Совершенно так же, снова цитирую, как на Земле имеются различные состояния материи, твердая, жидкая, визообразная, также различные условия или степени плотности в астральной материи, и каждая такая степень соответствует определенному состоянию физической материи. Эти астральные плоскости составляют место обитания различных сверхъестественных существ, которые в прошлом были или имеют возможность в будущем стать впервые или же снова и снова людьми. В этом отношении теософскую картину мира можно с полным правом назвать спиритуалистической. Плавацкая, в ключе к теософии, так и пишет, что психический или духовный спиритуализм мы признаем самым решительным образом, однако здесь есть определенный камень преткновения со спиритуализмом, бывшим на пике популярности как раз на рубеже веков. Там же Плавацкая пишет, что выступает вовсе не против истинного спиритуализма, а против современного движения, получившего это название. Причина разногласия состоит в том, что теософы никогда не отрицали, что возможно установить связь между людьми и подлинными духами умерших. Однако они утверждали, что за исключением определенных случаев лишь оболочки, а вовсе не истинные духи появляются и действуют в комнатах для сеансов, имеются в виду вот эти спиритические сеансы. То есть спиритуалисты настойчиво употребляют наименование духи умерших, но это вовсе не духи. Они тленные и смертные. Это лишь то, что остается от умерших, когда отлетают их души. Такие существа продолжают жить лишь временно. И причем чем чище личности, тем слабее их жизненная сила, подразумевается вот эта привязанность к материальному миру или наиболее близких к нему астральным плоскостям, тем меньше срок их посмертного существования и шанс принять участие в медиумических проявлениях. Чем больше личность запятна на грехпом и животными страстями, тем выше жизненная сила ее остатков, тем дольше срок их существования, тем больше шанс, что имена не проникнут на сеанс. Таким образом, в диасофии реализуется такой антологический дискурс смерти, в котором модель процесса умирания интерпретируется как разложение живого на целый ряд физических и нефизических составляющих. При этом смерть существует как определенный момент в существовании индивида и соотносится с началом небойного бытия в промежуточной области, откуда возможно как возвращение в материю, так и приобщение к природе более высокого уровня. Живой в наиболее актуализированном, в наиболее высоком смысле в составе души, в составе индивида, является духовная, божественная природа, адм. Причем Блаватский утверждает, что адм даже и не входит в человека полностью, но присутствует как их печаток или отражение в различных его телах нефизического свойства. Но при этом вот этот трансцендентальный нефизический уровень преисполнен жизнью, поскольку он населен агентными, эволюционирующими сущностями, существование которых никогда не прерывается. Основание для этих представлений есть и в магико-цереминиальной традиции, но в ней имеется отчетливое, по крайней мере, достаточно отчетливое разделение миров живых и мертвых. Имеется символический пласт изображения смерти, которая властвует в материальном мире, но лишается своих прав. В ритуалы и практике цереминиальной магии подразумевают целенаправленное волевое выведение адепта в элиминальное состояние, как бы имитирующее смерть и дающее доступ к специальным знаниям или возможностям. И столь же волевое введение, вызов в существ, когда-то бывшими живыми, с целью коммуникации. То есть это, собственно, знакомая нам некромантия. Теософия же подразумевает медиумический контакт с духовными учителями, то есть с сущностями более высокого уровня развития, которые самостоятельно, проявляя собственную агентность, приходят на помощь человечеству, стремясь вывести его на более высокий уровень развития. В то же время некромантия в теософии подразумевает практику намеренного, сознательного обращения к душам умерших, приводящего, по сути, к призванию влияния низших вредоносных существ, четко противопоставляемых существам выше. Опасность может исходить как от затвердевших оболочек духов умерших, похожих на тех, которых описывал и Лифас Левим, так и от элементариев. И те, и другие обитают в этом тонком трансцендентальном мире, однако находятся на разных уровнях развития. Блаватская, опять же, пишет на эту тему, что объективные феномены спиритуалистов это результат деятельности или вмешательства элементариев, существ, которые в некоем достаточно удаленном цикле, пройдя через все низшие объективные царства, в конце концов будут рождены как люди. Они лишены половины или еще большей части своей личной памяти, и то, что у них есть на данном этапе, это лишь животные или материальные инстинкты. Собственно, как нам на данный момент представляется, для того, чтобы отличить вот эту эволюционно-спиритуалистическую талантологию от магико-эзотерической, которые чрезвычайно сходны между собой, можно как раз использовать вот такие операциональные вопросы. Во-первых, являются ли сверхъестественные существа в прошлом или будущем людьми? И во-вторых, являются ли люди в прошлом или будущем сверхъестественными существами? Это два разных, не совпадающих между собой вопросы, и ответы на них тоже могут даваться различные. В рамках магико-эзотерической метафизики смерти ответы на эти вопросы могут не совпадать в единую картину. Например, они могут подразумевать различия между судьбой адепта той или иной степени инициации и судьбой человека вообще, человека взятого, так сказать, абстрактно. Теософская же доктрина стремится свести их воедино. Она еще более радикально подразумевает, что само пребывание в материи оказывается лишь временным эпизодом в жизни бессмертного начала, имеющегося у каждого человека, что открыто эксплицируется у представителей даже самого раннего этапа существования теософского общества. И вот эта метафизика смерти, получается, может быть осмыслена как доктрина практически полного отсутствия мертвых, то есть неактивных, неагентных сущностей. Что, однако, не означает отсутствие смерти как таковой, как мы уже упомянули, она все же остается вот этим сущностно необходимым элементом в процессе эволюции живого человеческого существа. Сергей Владимирович, спасибо. Я здесь, собственно, хотела бы заканчивать, потому что приношу извинения пока за некоторую сырость материала, который для меня является достаточно новым. Я в процессе его исследования и надеюсь в дальнейших своих работах раскрыть его более детально, с более подробными ссылками, но пока что готова постараться ответить на вопросы уважаемых коллег. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кира. Коллеги, есть ли какие-то вопросы, осуждения? Кира, да, можно, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то эзотерические течения, в которых смерть, несмотря на весь эзотеризм, рассматривается с материалистической точки зрения? Отличный вопрос. Спасибо, Семен. Я бы сказала, что я в поиске такого рода учений. Так, как бы сказать. Ну, собственно, материалистическая точка зрения на смерть подразумевает полное отсутствие у человека духовной сущности, какой бы это ни было, да, то, что само сознание является лишь производным от материи и прекращает свое существование вместе с ней в силу естественных причин, да, в результате разложения. Собственно, чтобы, учитывая, что эзотеризм действительно стремится скорее к метафизической интерпретации смерти, то есть к предположению о том, что все-таки есть что-то отличающееся от исключительно физического тела, наверное, достаточно трудно мне представить именно такую концепцию. Но во многом мои исследования, мои поиски как раз и, собственно, моя личная интенция как раз на то, чтобы найти как раз нечто подобное, найти не элиминирование смерти, а ее принятие в ее материальности, в ее присутствии, в том, какая она есть. Но пока что я больше нахожу попытки смерть теми или иными способами вообще вывести из рассмотрения, элиминировать. Спасибо. Так, еще есть время на один вопрос. Может быть, у кого-нибудь. У меня такой-то маленький вопрос. Кира, на кого вы опирались, когда исследовали Теосовское отношение к смерти, кроме Балавадской? Напомните еще. Да, ну вот я упомянула Ледбитера и Уэйли, их тексты я читала наиболее внимательно и детально. Также Ходсон, в основном они Рерихов не брали? Нет, Рерихов как раз живую этику не брала, так же, как и там уже более позднее учение, пока не брала, но понятно, что они тоже заслуживают рассмотрения и надо будет к ним также обратиться. Хорошо, спасибо большое, Кира.